Пожар возле ДК «Сатурн». Сотрудники МЧС отрабатывают навыки тушения огня для собравшейся публики. Выставка аварийно-спасательной техники вызвала большой интерес, особенно у самых юных гостей. Кстати, в фойе Дворца культуры для них развернули познавательные экспозиции. Всё это приурочили ко Дню Добровольца. Мы собираемся сегодня в преддверии Международного Дня Добровольца, который, как известно, был учреждён на строковой ассамблее ООН в 1985 году. Во имя развития социально-экономического. В зале собрались сотрудники пожарной охраны, добровольные пожарные службы, работники Мособлпошспаса. В этом году исполняется 130 лет добровольческому пожарному движению. Общество объединяет в своих рядах более 157 тысяч добровольцев. Они ежедневно помогают тушить пожары, занимаются профилактикой, проводят широкое просвещение населения в области безопасности жизнедеятельности. Всего на территории Московской области, согласно реестру, насчитывается более 40 тысяч добровольных пожарных и более 250 объединений добровольной пожарной охраны. Эти люди ежедневно встают в строй вместе с сотрудниками МЧС, помогают нам ликвидировать пожары, чрезвычайные ситуации, спасать людей, обеспечивать безопасность Подмосковья. Добровольная пожарная дружина, по своей сути, боевое подразделение, поэтому у нее должно быть свое знамя. Решение об этом принял Центральный совет Всероссийского добровольного пожарного общества. Восстанавливаем традицию вручения знамен добровольным пожарным командам. Сегодня была церемония прибивки, освещения и вручения знамени добровольной пожарной команды Раменского городского округа Московской области. День добровольца совпадает с Днем воинской славы России, началом контрнаступления советских войск под Москвой. В обороне столицы приняли участие десятки тысяч добровольцев. Добровольец – это тот, кто не по приказу, по зову сердца, по велению души, оказывается там, где его ждут, где нужна его помощь. И обращаясь к молодежи, вы выбрали замечательную профессию, во всех профессиях. Очень важна приемственность. Поэтому, ребята, всегда чтите ветеранов, поговорите с ними, пообщайтесь. Я уверен, что они расскажут вам очень много героических историй из своей жизни. В ходе торжественного мероприятия представители многих добровольческих организаций получили за свою волонтерскую деятельность заслуженные награды – медали МЧС, грамоты и благодарственные письма. Напомним, что добровольным пожарным может стать любой человек, достигший 18-летия и успешно прошедший медицинское освидетельствование. В случае ликвидации чрезвычайных ситуаций его включают в состав дежурного караула и привлекают на различные спасательные мероприятия. Я стал пожарным, слышишь, мама, теперь служить я должен без изъяна. Спасать людей, теперь герой, сердце рвется, хочу домой. Виктория Самойлова, Сергей Григорьев и Андрей Минкин для программы «Городские вести». Спасибо.